МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День доброго, ваши друзья! Рад приветствовать вас в Казанском университете. Фамилия моя Люкшин, зовут меня Дмитрий. Я ведущий сегодняшнего пленарного заседания. Наш Международный молодежный форум России и Центральной Азии укрепление гражданской идентичности в молодежной среде как фактор геополитической стабильности представляет собой уникальное мероприятие в том смысле, что здесь предпринимается попытка реализовать одновременно исследовательские программы и привлечь к этим исследовательским программам непосредственно молодежь. Соответственно, через голову организаций и институтов у студентов, которые прибыли в Казань из разных государств и городов Российской Федерации и у наших казанских студентов, появляется уникальная возможность пообщаться с людьми, которые не только имеют внятное и четкое представление о содержании политики Российской Федерации в этой области, но и являются своего рода творцами этой самой политики и формируют повестку дня сегодняшней научной дискуссии в этом направлении. Я рад представить Дмитрия Геннадьевича Ивстафьева, который, собственно, является для нас ключевым гостем сегодняшней программы. Он выступит на пленарном заседании со своей лекцией, и вы сможете задать ему вопросы по интересующей вас теме. Поскольку в традициях казанского гостеприимства приветствовать гостей и оказывать им уважение, позвольте слово для вступления и приветствия предоставить Тимирхану Булатовичу Алишу, проектору по внешним связям Казанского Привозского Федерального Университета. Пожалуйста, Тимирхан Булатович. Спасибо, Дмитрий Иванович, уважаемые коллеги. Я действительно рад приветствовать вас в стенах Казанского Федерального Университета. Я рад видеть коллег из Института международных отношений, студентов. Очень приятно, что вот эта тематика объединила экспертов в этой сфере. Тема действительно очень актуальная. Вот сейчас посмотрел, у нас по Центральной Азии молодежь составляет до 35-40% населения. Демография, конечно, диктует и социальную политику, и внутреннюю политику в этих странах. И, конечно, очень важно, чтобы эти вопросы обсуждались на экспертном уровне. Действительно, волей у судеб мы с вами являемся свидетелями исторической смены эпох, всеобщей перекройки глобального миропорядка, которое не оставит без внимания никого, никакие слои общества. Мировая глобализация, характеризующаяся, прежде всего, фактически единым информационным пространством, старательно ретранслировала нам плоды достижения западной цивилизации. Зачастую эти посылы и ценности шли вразрез нашими историческими, укоренившимися морально-нравственными устоями. Реформированию подвергаются такие, казалось бы, незыблемые основы, как традиционная семья, общественная мораль и вообще понятие слова «добродетель». Более чем уместно поднятая тема форума укрепления гражданской идентичности молодежи, молодежной среды требует сегодня от нас максимального усердия в поиске новых форм и механизмов отстаивания интересов наших стран в идеологической плоскости. Убежден, что это справедливо не только для Российской Федерации, но и для наших стран-партнеров, стран постсоветского пространства прежде всего. Российская Федерация имеет богатейший опыт межкультурного, межрелигиозного, межэтнического согласия, а главное – выстраиванию этого согласия, осознанного, обдуманного выстраивания. И, дорогие коллеги, этот опыт наш с вами совместный, и нам важно это понимать. Если мы говорим о кампусе не только Республики Татарстан, но и конкретно о кампусе Казанского Федерального Университета, то сегодня из 50 тысяч студентов, которые обучаются в университете, порядка 20% – это ребята, которые приезжают к нам из более чем 100 стран мира. Если мы говорим о регионе Центральной Азии, то сегодня он составляет более 60% общего количества студентов, иностранных студентов, которые обучаются не только в Федеральном Университете, но и здесь, в Республике Татарстан. Как сказал Владимир Владимирович Путин в своем недавнем выступлении на Совете по межнациональным отношениям, наше национальное многообразие делает нас только сильнее. И мы действительно понимаем, что такая доля, в том числе иностранных студентов, она существенно трансформирует и наш университет, и делает его гораздо более многообразным с точки зрения тех возможностей и траекторий, которые предлагаются не только иностранным студентам, но и российским студентам, которые имеют опыт общения, совместной проектной деятельности, учебной деятельности с ребятами из многих стран мира. И действительно, эта сила направлена на созидание, на равноправие и поступательное развитие как народов России, так и братских народов стран Центральной Азии. Не секрет, что молодежь, будучи активной, самой, наверное, пассионарной прослойкой общества, всегда являлась лаковым куском для реализации различных идеологических, политических и иного рода манипуляций извне. И нам очень важно эти темы тоже, наверное, сегодня обсудить. Здоровый максимализм, присущий молодым людям, является двигателем общественных преобразований, в самых разных сферах жизни. И очень важно, чтобы мы этот максимализм, эту энергию могли правильным образом использовать, в том числе для реформирования нашего государства. Уважаемые коллеги, убеждён, что наш форум даст ощутимый импульс к развитию новых инициатив и площадок по работе с молодёжью в конструктивном ключе на международном уровне. И Казанский университет всегда открыт и готов выступать в такой площадке. Хочу отметить, что у нас очень много контактов, очень много взаимодействия с странами Центральной Азии. Я просто хочу привести пример. Сегодня буквально в 9 часов, час назад я открывал онлайн-конференцию в Гулистане, в нашем братском Узбекистане. Это действительно очень здорово, потому что у нас практически каждую неделю, если не каждый день, проходят совместные мероприятия, форумы, круглые столы. И это ещё одна площадка диалога, общения. У нас общий язык, общее понимание, общее прошлое. Я уверен, что тема молодёжной политики, которая является, на самом деле, очень важной для многих стран Центральной Азии. Мы приезжаем и общаемся на эти темы. Не случайно во многих мерузов того же Узбекистана проректор по воспитательной и молодёжной политике, по духовному воспитанию определён первым проректором в университетах. Во всех университетах он является первым проректором. Потому что осознаётся и понимается важная роль вот этого нравственного развития, нравственного воспитания в духе традиционных для стран ценностей. Я уверен, что вот эти положительные практики, которые есть в наших братских государствах Центральной Азии, в том числе могут быть восприняты, реализованы здесь у нас, в Российской Федерации. Ещё раз большое спасибо и успехов вам в работе. Спасибо, Тимирхан Булатович. Позвольте предоставить слово для приветствия генеральному консулу Республики Узбекистан в Казани Насриеву Фаридину Кудридиновичу. Пожалуйста, приветствую. Ас-саламу алейкум, хурмат ли азиз, мехмонлар, тадбир и штракчиллары, уважаемые друзья, гости мероприятия. Мы вас всех приветствуем сегодня на международной конференции. Я хотел бы отдельно также поприветствовать наших друзей и соседей Центральной Азии, которые также сегодня присутствуют. Отдельно приветствую нашим соотечественникам, которые также находятся здесь. Российская Федерация является стратегическим партнёром Республики Узбекистан. У нас отношения развиваются во всех сферах деятельности, и торгово-экономические, и культурные, и гуманитарные, и также в образовательных сферах. Если говорить об образовательной сфере, здесь только в Республике Татарстан обучается более 3000 студентов из Республики Узбекистан, и более 2000 из них обучаются в Казанском федеральном университете. В Узбекистане действует 14 филиалов российских вузов. В том числе в прошлом году был открыт первый зарубежный филиал Казанского федерального университета в городе Джизах, Республика Узбекистан. Мы приветствуем, что наши студенты обучаются, получают высококвалифицированное образование здесь, на территории Российской Федерации. Если говорить про молодёжную политику, проводимую реформой сейчас в данном Узбекистане, вы знаете, сейчас Узбекистан, другой Узбекистан, мы говорим о новом совершенно Узбекистане, который уделяет особое внимание нашей молодёжи, в том числе и получении им достойного образования. Буквально на днях у нас прошли конституционные реформы, принят закон новой редакции Конституции Республики Узбекистан. И даже я вам могу сказать примером, если студентка магистратуры поступает, контракт оплачивает государству. Любому студентке поступило, не имеет возможности оплатить, государство оплачивает контракт. Контракт для девушек бесплатный, магистратура, обучайтесь. Эти возможности, я думаю, что не каждая страна может позволить себе. И кредиты для образования у нас выдаются беспроцентные. Для студентов это беспроцентно. После окончания вуза они потом, позже смогут его вернуть. Это все условия созданы и более много об этих вещах. Я думаю, что наши представители также вам расскажут о тех проводимых широкомасштабных положительных реформах в этой сфере молодёжной политики. Это более 60% населения Республики Узбекистан это молодёжь. Население Республики Узбекистан это быстро растущая, как вам известно, у нас рождаем с более миллиона человек. Сейчас население Узбекистана составляет более 36 миллионов. Это половина Центральной Азии. Если Центральная Азия это 70 миллионов, это только мы половина, 36 миллионов. Отношения Узбекистана с нашими соседями из Центральной Азии, вы сами знаете, у нас сейчас очень хорошие братские отношения. У нас нет ни одних нерешённых проблем. У нас со всеми и ближним зарубежным, и дальним зарубежным, и со всеми нашими очень хорошие, тесные, дружественные отношения. С тем мы очень также гордимся. Несмотря на постпандемийный период, у нас сотрудничество с Российской Федерацией, товарооборот, наоборот, не упал, а увеличился. В прошлом году он увеличился ещё на 15%, уже составляет чуть более 9 миллиардов долларов США. Если говорить, в общем, это всё благодаря нашим руководителям, президенту Республики Узбекистана Шалкат Миромоновичу Мерзёеву и президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, которые дают импульс нашим взаимоотношениям. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Фаридин Бадридинович, за тёплые слова и доброе напутствие. Слово для приветствия предоставляется Марату Менгаревичу Габидинову, руководителю Центра Истории и Теории национального образования имени Фейсханова, заместителю директора по научной работе Института Истории имени Шикабудина Маржани Академии наук Республики Татарстан. Большое спасибо, уважаемые коллеги, дорогие гости. Прежде всего хочу поблагодарить за приглашение. Всегда рады вновь побывать в нашей Альма-Матер и видеть здесь наших дорогих коллег и новых гостей. И разрешите передать самые тёплые пожелания участникам конференции от имени директора нашего Института Радика Римовича Салихова. Действительно, тема сегодняшней конференции, она очень важна и актуальна. Народы России и народы Центральной Азии связывают глубокие, тесные исторические связи. Это наша общая культура, общая история и даже языки, которые многие понятны для нас даже без перевода. Мы знаем, что нас также объединяют общие духовно-нравственные ценности, которые традиционно передавались с поколений и поколений. Система образования, в частности, система образования татарских медицинских, она была одним из таких центров, где обучались представители всех практически народов Центральной Азии. И, возвращаясь в свои страны, в свои местожительства, они распространяли эту общую духовно-нравственную культуру, которая развивалась в этой системе образования. И в более поздние периоды мы тоже знаем, что система образования объединяла нас. Так наш казанский императорский государственный, теперь федеральный университет, он традиционно являлся такой площадкой многонациональной, где вместе учились, знакомились, общались представители самых разных народов. И это очень позитивная традиция, которая, я надеюсь, будет продолжаться. И вот это общее наше духовно-нравственное, культурное, историческое наследие, оно сегодня для нас является той базой, той основой, на которой мы можем развивать и наше дальнейшее сотрудничество. И, на мой взгляд, было бы очень важно, чтобы мы сумели передать вот эти добрые традиции взаимопонимания, сотрудничества наших народов в будущую поколению. Чтобы эти традиции, это культурное наследие оставалось не только достоянием архивов, музеев, каких-то хранилищ, но чтобы это было живое наследие, которое бы мы смогли передать молодому поколению, чтобы оно могло его развивать и передавать будущим поколениям. Я надеюсь, вот эта конференция и другие конференции, которые у нас проходят, они будут очень важным и действенным шагом в этом направлении. Ещё раз большое спасибо за приглашение и желаю успеха в работе конференции. Спасибо. Большое спасибо, Марат Менгалевич. Выступление Марата Менгалевича знаменует собой приветствие и напутствие участникам форума со стороны, так сказать, научного сообщества Республики Торстан. Ну а образовательную составляющую Республики представит Ленар Данилович Ярулин, начальник отдела высшего образования Министерства образования и науки Республики Татарстан. Пожалуйста, Ленар Данилович. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Разрешите мне от всего нашего министерства, от министра Хадюлина Сургаревича, от первого заместителя по имени Андрея Ивановича, от себя лично поприветствую всех вас, пожелать хорошей плодотворной работы и принятия конструктивных решений. И позвольте от имени нашего министра Хадюлина Сургаревича зачитать его приветствие. Уважаемые гости, коллеги, дорогие друзья, с огромным удовольствием приветствую вас на Казанской земле, которая явилась тем самым местом, где были выработаны основы уникальной социокультурной общности, которая, обретя статус страны цивилизации, выступает ныне одним из суверенных центров многополярного мира. Это новое справедливое устройство открывает эпоху глобальной интеграции и международного сотрудничества, основанного на принципах взаимоуважения и равенства всех народов мира. Ключевым элементом формирования новой гуманитарной общности выступает человек, свобода и достоинство которого базируются на осознании неразрывного единства со своей страной, народом опираются на традиционные ценности и укоренены в пространстве исторической памяти. Этот идеал гражданского служения сформулировал в своей знаменитой речи о важнейших предметах воспитания ректор Казанского университета Николай Иванович Лобачевский. Обращаясь к питомцам одного из первых в стране классических университетов, он говорил, кто хочет образовать своих детей для государства, тот должен прибегнуть к средствам, которые от этого государства в состоянии доставить, тот должен учить своих детей в общественных заведениях. Университет, основанный в начале XIX века в Казани как сообщество ученых-мужей, принял на себя роль центра просвещения на востоке России. В его стенах воспитывались потомок Чингисхана Жангир Кирейхан, генерал-майор российской армии, Мирзак Азенбек, человек, который выявил российскую науку о востоке на уровень, превосходящий достигнутый востоковедами Западной Европы, который был действительным статским советником на русской службе. Позже территория Татанстана становится местом, где активно и творчески развивается джидидизм, лидерами которого были выдающиеся узбекские просветители Махмуд Хаджа Бихбудзи и Муновар Кары Абдурашид Ханов. Идеолог движения Исмаил Мирза Гаспринский на страницах Таджимана писал, «Русские одарены весьма редким и счастливым характером, мирно и дружно жить со всякими другими племенами. Зависть, враждебность, недоброжелательство к инородцам не в характере обыкновенного русского человека». Это хорошая черта, несомненный залог величия и спокойствия России. Ныне Казанский федеральный университет и другие учебные заведения, расположенные на территории нашей республики, активно включились в реализацию концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом. Татарстан признанный лидер в развитии и укреплении конвенциональной коммуникации между представителями разных народов, культур и религий. В республике у нас накоплен огромный опыт позитивного межнационального общения, поддерживаются партнерские отношения с регионами многих мусульманских стран, в том числе центрально-азиатских. Россия предлагает своим соседям сотрудничество на основе социальной справедливости, взаимопроникновения и многообразия культур и верования, взаимного уважения и терпимости, сохранение духовно-нравственных ценностей, не вмешательства в внутренние дела других государств и не допущение такого вмешательства в адрес России со стороны других стран. В качестве национальных ценностей мы рассматриваем историю, культуру, язык, продвижение российского образования и науки в мире, молодежное сотрудничество. Отрадно видеть в этом зале не только представителей академической науки, авторитетных исследователей, но и студентов, лучших представителей молодежи России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. Дорогие друзья, пройдет совсем немного времени, и в ваших руках окажутся судьбы мира, процветания ваших стран и благополучия народов. Искренне надеюсь, что вы будете действовать, исходя из суверенных интересов, на основе принципов добрососедства и дружбы. Верю, что работа вашего форума несет весомый вклад в решение этих задач. Желаю всем участникам новых успехов, научных достижений, установлений дружеских контактов и взаимопонимания. Добрый путь, министр образования и науки Республики Тарстан Хадирин Исургараевич. Спасибо министру образования, спасибо Ленару Данильевичу. Позвольте предоставить слово для приветствия Рамзия Анварника-Шаповой, руководителю дискуссионного клуба «Кокон». Пожалуйста, Рамзия Анварника. АПЛОДИСМЕНТЫ Доброе утро, хайлибте. Ассалам алейкум хурматли студентлы, хушкелпсалы Узбекистонны, Татарстан Республикасыге. Біз хурсамызы бутта блым олыши или учн, сізгер хархал имкланиятлар яратыльян. Козан-Давлят университет. Бугунгы кунда Россия Федерациясы Эльда Инь Яхшева Инь Маанави, университет Ранглерге Крада. Добрый день, ассалам алейкум. Дело в том, что я являюсь руководителем дискуссионного клуба «Кокон», который был создан специально для того, чтобы мы поближе и лучше узнали друг друга. В связи с этим я бы хотела немножко сказать о том, что всегда приятно узнавать культуру, приятно иметь соприкосновение, находить, вернее, точки соприкосновения в культуре, в наследии, в истории. Вот здесь было сказано, выше сказано было коллегами, что университет имеет глубокие корни, это безусловно. Но я хочу немножко пройти вглубь истории и сказать, что с времен Казанского ханства великих философов, учителей ко двору приглашали правителей Казанского ханства именно с Востока. Это Бухарские эмиратства, Самаркандские ханства, и оттуда приезжали философы и учили детей. Вот такие глубокие корни. Я благодарю за приглашение, и хотелось бы сказать, что дискуссионный клуб, он работает в том числе и для студентов, и в этом дискуссионном клубе мы рассказываем именно о деталях. То есть большие масштабные истории, это, конечно, Институт Марджани и Академия наук, а мы рассказываем о деталях, о таких интересных деталях, которые имеют общие корни. Благодарю вас за приглашение, организаторов. И я думаю, что студентам будет очень интересно тоже принимать участие в нашем дискуссионном клубе, потому что мы его специально создали, в том числе и для студентов. Добро пожаловать в Казань. Спасибо. Большое спасибо, Рамзия Анваровна. Слово для приветствия представляется Дильбар Асадуловне Садыковой, председателю Академии молодежной дипломатии Казани. Спасибо. Хайрели Кэн, добрый день. Мне очень приятно находиться в родных стенах Казанского федерального университета. Я представляю общественную организацию, которая занимается международным молодежным сотрудничеством. И в том числе сегодня от лица Министерства по делам молодежи Республики Тарстан хотела бы вас поприветствовать. Очень приятно и отрадно, что для молодежи сегодня очень много делается. И есть разные форматы и проявления себя, и взаимодействия. И я вот посмотрела программу форума, и хочу сказать, что, уже как человек чуть-чуть постарше вас, что действительно темы очень важные затрагиваются, несмотря на то, что мы говорим о геополитике, о безопасности, о взаимоотношении стран, каждая из тем актуальна для человека в целом. Это и семейные ценности, это традиция, это самоидентичность. И когда общаешься с представителями разных родов и культур, всегда хочется наладить мосты. Правда же? Ну и то, что нас объединяет общий язык, общая история и культура, нам всегда помогает вот эти мосты налаживать намного быстрее, разбивать вот эти невидимые границы. У нас уже есть что-то общее, есть о чем поговорить, есть общие слова, которые мы вместе с вами понимаем. И вот эту ценность, которую вам закладывает в том числе этот форум, очень приятно нести на самом деле на протяжении всей вашей жизни. Я вам желаю, чтобы вот на этом форуме вы не только раскрыли те темы, которые вы обозначили в докладах, но и для себя определили ценности, те вещи, которые вами движут, наладили новые контакты, новые возможности для себя открыли. И пусть этот форум станет таким плацдармом и платформой для ваших новых проявлений, новых возможностей на стратегически важном пространстве, как Центральная Азия. Я вам всем желаю успехов и ярких выступлений. Пусть в такой жаркий день ваши дискуссии будут только жаркими в помещении, а все остальное будет по-настоящему теплым и дружественным. Успехов в форуме. И возвращайтесь вновь в Татарстан. И знайте, что здесь всегда у вас есть друзья, и пусть вы всегда здесь себя будете чувствовать как дома. Всем успехов. Спасибо. Спасибо, Дикбар Асадовна. А слово для приветствия предоставляется Азизбеку Рахмутуовичу Сумутуову, президенту Международной общественной организации Клуб молодёжи мира. Пожалуйста, Азизбеку Рахмутуовичу. Добрый день, уважаемые участники, уважаемый президиум. Позвольте вас приветствовать от нашей организации, Международной общественной организации Клуб молодёжи мира, а также Молодёжный парламент при Государственной Думе Российской Федерации, Экспертный совет по международным делам. Председатель экспертного совета Молодёжного парламента при Госдуме тоже передал приветствия вам, пожелал удачи и успехов на сегодняшнем форуме. До меня тоже выступали, неоднократно говорили важность повестки форума. Я тоже в каком-то хорошем смысле завидую вам. У вас два дня, очень интересные круглые столы, мастер-классы, эксперты и гражданское сообщество, молодёжная среда, геополитическая стабильность. Вам повезло, вы будете два дня обсуждать, предлагать, интересные вопросы задавать. Успехов вам всем, спасибо за внимание. Большое спасибо, Азизбек Рахмутулович. Ну и для братского привета от студентов Москвы и студентам Казани Назим Низами Аглы Абдуллаев, специалист управления по работе со студентами и выпускниками ГИМО, Министерство иностранных дел России. Пожалуйста. Азиз Довслар, дорогие друзья, уважаемый президиум, гости встречи. По воле судьбы мы сегодня большой делегацией Московского старшего института международных отношений оказались в Сатарстане и стали вашими гостями. Я стал, так получилось, что я по воле судьбы также стал представителем Азербайджана. Я вижу, что тематика не затрагивает мою республику, но Азербайджан, Центральная Азия, Россия всегда находились в связи, взаимном развитии. Поэтому также удачно получилось, что я сегодня здесь выступаю. Я хотел поделиться соображениями, которые меня только что посетили. Центральной идеей всех выступающих было образование. Я считаю, что образование является ключом к правильному развитию, к установлению дружеских отношений. Благодаря образованию возникнет то поколение, которое будет культурно, морально, духовно и физически здоровым. Оно будет работать на благо, на процветание стран. Как в организме человека органы меняются полезными элементами, как города и страны объединяют, соединяют магистрали, ЖД и авиасообщения, так я считаю, что и академические центры наших стран должны обмениваться своими лучшими практиками, идеями, обмениваться студенческими, профессорско-преподавательским составом, ездить друг к другу в гости. Наша программа, по которой мы здесь находимся, межвузовская академическая мобильность, которая уже третий год реализуется вместе с Казанским южным университетом, дает свои очень положительные плоды. Мы, Москва, Казань, друг у друга учатся, друг друга учатся. Поэтому сегодняшняя встреча, она, я думаю, также показывает, насколько важно российскому государству нести ту ответственность, которую она переняла от советского прошлого, будучи старшим братом, объединяет под своим крылом, поддерживает, продвигает интересы соседних республик. Также это отражается в тех многочисленных льготах, которые по линии Россоотрудничества, по указам президента Владимира Путина предоставляются братским республикам для бесплатного обучения на территории многих иностранцев. Это касается не только ближнего зарубежья, но и дальнего зарубежья. Сейчас мир разделился на дружественные и недружественные страны, но я уверен, что недружественных народов точно нет. На базе МГИМО и КФУ обучаются студенты со всех уголков мира. Из Африки, из Центральной Азии, из Латинской Америки, из Европы, из Юго-Восточной Азии. И все это показывает, что у России самые благие и добрые намерения по отношению ко всему миру. Мы максимально открыты к этому и приглашаем всех к компромиссному, доброму, взаимоважительному отношению. Позвольте закончить словами президента, общенационального лидера Азербайджана, Гидра Олива, который говорил, что образование – это будущее народа. Так что приглашаю всех студентов, участников встречи, максимум пользы взять из этого и также максимум отдать, отдаться этому проекту, форуму на все 100%. Спасибо большое. Спасибо, Назимни, за мяглы. Уважаемые участники нашего собрания, я думаю, что для амбициозных молодых людей важно не только принять участие в форуме, но и каким-то образом зафиксировать свое участие, чтобы иметь возможность сказать «А вот я, а вот еще кто-то» из выдающихся представителей. Поэтому позвольте пригласить вас для групповой фотографии в холл нашего здания, а потом мы вернемся и продолжим уже в формате пленарного доклада. Спасибо. Слово докладчикам, которые, в общем-то, и зададут темп и формат всей нашей работы. Обращаю особое внимание участников, молодых участников форума на то, что как раз обсуждение докладов, которые вы сегодня услышите, оперативные реакции на них, ссылки на них будут рассматриваться как удачное дополнение и удачная реакция в ходе форума в процессе дискуссии. К тому же сегодня для вас выступают, в общем-то, ведущие российские исследователи. И все, что они скажут, представляют собой, ну если и не последнее слово российской исследовательской традиции, то, по крайней мере, основные тренды этой самой исследовательской традиции, в рамках которой вам, собственно говоря, и предстоит работать. Ну и позвольте предоставить слово Дмитрию Геннадьевичу Евстафьеву. Он нас представляет Институт международных отношений МИД Российской Федерации. Человек он нам не посторонний. По первой специальности он занимался как раз Востоком. Так что, я думаю, мы с удовольствием выслушаем Дмитрия Геннадьевича. Пожалуйста, Дмитрий Геннадьевич. Большое спасибо, Дмитрий Иванович. Очень лестно выступать в такой аудитории, особенно перед молодыми, которые, казалось бы, не должны быть связаны стереотипами, комплексами прошлого и прежними, такими достаточно жесткими и, как выяснилось, не во всем адекватными сегодняшнему миру моделями. Когда меня попросили выступить на пленарном заседании, во-первых, это очень большая честь выступать в таких стенах, как Казанский федеральный университет, университет с огромной историей. И для меня, человека, который пытается не ассоциировать себя с академической наукой, наукой это своего рода вызов. Я подумал, о чем бы я хотел говорить. И действительно, я решил сконцентрироваться на том, что из себя представляет новый мир, но не только о том, что мы видим на поверхности, но и о том, что составляет основу тех геополитических процессов, внутри которых мы живем. И начать я хотел бы с того, что сказать, что мы сейчас находимся внутри истории. Мы часть этой истории, история формируется на наших глазах. История не когда-то в прошлом и не когда-то в будущем. Она вот, собственно, сейчас. Сейчас и происходит формирование того мира, в котором предстоит жить, по крайней мере, полутора будущим поколениям. А в условиях сегодняшнего темпа развития международных отношений это уже много. Поэтому я буду говорить о пяти процессах современного мира и о пяти уроках современного мира. Процесс первый. Возникновение на обломках постиндустриального, постмодерна, в котором мы жили на завершающем этапе американоцентричной глобализации, того, что стали называть посткапитализмом. Экономическая модель, в которой классические экономические параметры, прибыль, эффективность, которые мы можем прочесть в любой книге про экономику, хоть либеральной, хоть антилиберальной. Так вот эти понятия, до известной степени выхолощенные в эпоху поздней глобализации становятся, как минимум, недоминирующими. Политика является инструментом формирования экономики, а не наоборот, как что бы там нам ни рассказывали классики. Экономика дополняется, на наших глазах дополняется, целым рядом факторов не экономического характера, а в том числе социокультурными. Первым и наиболее очевидным выводом, который можно сделать из этих процессов, является то, что мы должны признать невозможность дальнейшего синергичного, то есть целостного развития капитализма. Это касается всех, это касается всего мира, это касается России, это касается Евразии, это касается развитых стран и развивающихся стран. Но это осознание невозможности дальнейшего развития системы постиндустриального капитализма как целостной и цельной. Это несколько разные вещи, но очень связанные. Это изменит характер поведения государства на мировой арене. Ясно одно, мы возвращаемся к ситуации конкуренции подобного. Конкуренция подобного всегда является гораздо более жесткой, чем конкуренция межвидовая. Потому что конкуренция подобного – это всегда конкуренция за лидерство, где должен остаться только один. Как из конкуренции нескольких типов капитализма в XVIII и XIX веке остался только один, известный нам под названием промышленный империализм. Только ли государства будут участниками этого противоборства? Вряд ли. В том виде, как пока развивается ситуация, мы можем говорить о том, что участниками подобной конкуренции могут быть и негосударственные участники. Скорее, посткапитализм – это пространство конкуренции больших систем корпоративных, социальных, государственных. И посткапитализм – это не сложившаяся сущность. Это пока рамочное явление. Поэтому урок первый. Не пытайтесь взять свое видение жизни из книжек. Большая часть из них устарела. Книги расскажут вам, как это было в прошлом, но могут и не рассказать о том, как это будет в будущем. Поэтому берите свое видение из реальной жизни. И если то, что написано в книге, не существует в реальной жизни, значит, это, написанное в книге, должно подвергаться сомнению. А посткапитализм обязательно возникнет. Тем более, что исчерпание ресурсов, о которых мы, я думаю, будем говорить и на секциях, и дальше, становится вполне очевидным. Процесс второй. Мы видим возникновение новой экономической географии, которая неизбежно породит новую географию политической. Просто по-другому не будет. Посмотрите, как социально-экономический проект, известный нам под названием «Турецкий мир», который в основе своей был социальный, потом оброс экономическими факторами, порождает абсолютно новую политическую ситуацию не только на Среднем Востоке, но и в целом, уже оказывая влияние на ситуацию в Европе, на Ближнем Востоке, а, возможно, и в некоторых других странах и регионах. Это результат разрушения того мира глобальной экономической взаимозависимости, который фактически окостенел в период поздней глобализации. Обращу ваше внимание и на другой проект, который в основе своей был экономическим, но начинает превращаться в элемент строительства новой политической географии. Это проект междуморья во восточной оконечности Европы и в западной оконечности Евразии. Этот проект не предусматривает сохранение существующих политических границ и экономических систем. Этот проект предполагает их изменения, в том числе и через деструкцию тех политических систем, которые считались незыбленными в результате так называемого Хельсинского совещания и подписания Хельсинского акта. Мы должны исходить из того, что у нас нет более табу в мире на политическое переустройство. И урок второй. Политика кроется в истории. Страны, политические системы никогда не возникают из ниоткуда. Они обязательно приходят из какой-то истории, неся в себе элементы этой истории. И нельзя понять современную политику, не зная истории, не понимая исторических особенностей возникновения тех или иных пространств, государств, сообществ. И надо знать еще одну вещь, которая является уроком. Никогда не бывает так, что вы формируете или актуализируете свою историю, которая вам кажется комфортной, а другие нет. Если вы решили поиграть в призраки истории, как поляки решают играть в Речь Посполитую, то обязательно возникнут и другие призраки истории. Например, империя Габсбургов. Мы ее пока не видим, но мы про нее уже слышим, уверяю вас. Процесс третий. На мой взгляд, очень важный, вы должны его правильно осознавать. Это геополитическая суета, отсутствие внятного вектора развития. Но за этой суетой является невозможность реализации какой-либо стратегии без решения повседневных задач. Это то, с чем столкнулся Эрдоган в Турции. У него была блистательная стратегия, которую он последовательно выполнял и добился очень больших успехов. Но есть нюансы. Дома стали падать. Нельзя построить плотную, прочную стратегию, долгосрочную, хотя бы в пределах одного поколения. Если у вас нет фундаментов в городах, и мы все будем свидетелями, как большие геоэкономические стратегии начнут рушиться в силу тактических, как кажется, обстоятельств. Урок третий. Нельзя играть в большую стратегию, не добившись высокого уровня устойчивости, собственной социально-политической и социально-экономической системы, социальной связанности государства и общества. А это уже вопрос к социокультурным, межкультурным отношениям и межнациональному миру. Процесс четвертый. Самый объективный, самый очевидно проявившийся, это кризис универсалистской модели социального развития, на которой была основана поздняя глобализация. Мы видим, как общество неограниченного потребления уже практически замещено, в частности, в Европе, потреблением, регулируемым идеологическими мотивами. Чем будет формирующаяся новая социальность? Не знаем. Это предмет очень внимательного исследования, изучения особенностей, изучения таких вещей, которые считались абсолютно маргинальными еще 5-7 лет назад. Прикарность, фрикизм, городские сумасшедшие уже не просто среди нас. Они фактически руководят целым рядом считавшихся солидными европейских государств. И это уже не форма. Это раньше было форма. А сейчас это вполне очевидное содержание. Из этого вытекает четвертый урок. Когда мы говорим, что главная конкуренция за будущий мир происходит в головах, я не очень люблю профессора Преображенского, он у меня не вызывает теплых чувств с собачьего сердца, он мне не нравится. Но здесь он прав. Мы не всегда понимаем, что трансформация умов всегда имеет вполне ощутимые социально-политические последствия. Трансформация умов всегда социально-эксплицитна. Она проявится, эта трансформация умов, и в политическом, и в социальном поведении. Ищите новых людей. Ищите новых людей. Их появление, в том числе в рамках государственных институтов, общественных процессов, будет свидетельствовать о том, в какое будущее мы движемся. Только люди являются индикатором вектора развития. Процесс пятый, уже вполне набравший силу, превращение вопроса об идентичностях из маргинального в вопрос практической политики. Еще несколько лет назад господин Фукуяма издал книгу про идентичности, в которой прямо написал, что для неограниченной глобализации осталось только грохнуть идентичности. И всего-то идентичности было несколько штук, которые надо было грохнуть. Это были венгры в Европе, потому что это было на тот момент единственное препятствие для полной сетевизации Европейского Союза, маргинализации всех идентичностей. Это была Россия. И это была староамериканская идентичность, которая для Фукуяма почему-то воплотилась в образе Дональда Фредовича Трампа. Что, на мой взгляд, конечно, большая глупость, но что написано пером, как в России говорят, не вырубить топором. Эту книгу можно прочесть и понять, насколько неглубоки были взгляды американской интеллектуальной элиты на те процессы, которые уже тогда, когда эта книга писалась, происходили. Он для нас, для представителей Евразии, не только России, но и всей Великой Евразии, это один из наиболее практических вопросов. Это вопрос нашего межгосударственного взаимодействия, управления идентичностями, которое для некоторых кажется общетеоретическим вопросом, для нас является вопросом фактически выживания межнационального согласия и конструктивного межгосударственного взаимодействия. На какой основе будут возникать, формироваться эти идентичности? Мы будем жить в мире, где будут воспроизводиться идентичности 19-го, начала 20-го века? Едва ли. Что такое идентичность в цифровом мире? Это вопросы, которые придется решать вам. Из этого пятый и главный совет молодым и не только молодым исследователям, которые могут показаться несколько противоречивым. Изучая историю, в том числе историю Евразии и России, не надо искать в ней рецептов спасения. Их там нет. На настоящее и будущее надо смотреть без шора из комплексов. Мы все живем, как я уже говорил, в том, что называется история. Но воспринимать ее надо без стереотипов прошлого, которые нас утаскивают в уже давно неинтересные конфликты. Надо жить в будущем. Мы вступили в новые ревущие 20-е. Это уже было. Из ревущих 20-х 20-го века это такой термин. Он появился в Великобритании. Выросла Вторая мировая война. Вырос нацизм. Выросла советская имперскость. Много чего из этого выросло. Вопрос в том, что вырастет из этих ревущих 20-х 21-го века. И вообще откуда вот обращаюсь уже к представителям России, которые сидят в этом зале. А вот мы вы откуда выросли? Вы выросли из Достоевского? Вот американцы считают, что наша идентичность это идентичность Достоевского. Так откровенно считала и мне лично говорила Кандализа Райс. Ну то есть мы должны зарубить пяток как говорится старушек да пучок на пятачок а потом утопиться. Вот этого они от нас ждут что мы зарубим старушек а потом утопимся и всем будет счастье. Или из Фадеева Александра Фадеева из романа Разгром когда разгромленный партизанский отряд собирается с силами идет вперед и мы не знаем выжили они или нет победили или нет но он пошел вперед или из тех опаленных ребят которым постаревшим еще снится прохановское дерево в центре Кабула или из тех кто оставит нашу возможность в этом зале безопасно обсуждать его политические проблемы на том далеком как нам кажется Донбасском фронтире подумайте над этим ибо вам отвечать на эти вопросы ибо вам взять в руки нашу страну ибо вам ее вести к новой ее роли в новой Евразии на этом я хотел бы закончить огромное спасибо за возможность выступить огромное спасибо Дмитрий Геннадьевич за то что у нас возникла возможность вас выслушать но Дмитрий Геннадьевич сказал несколько теплых слов в адрес Казанского университета и в качестве аловерды я думаю мы можем предоставить слово одному из наиболее ярких представителей научно-исторического сообщества как раз Казанского университета Айдар Юрьевичу Хабуддинову пожалуйста Айдар Юрьевич Айдар Юрьевич Добрый день уважаемые коллеги ну вы все знаете что в логике есть единство место времени отношений а в тюркских народах есть И когда мы говорим о Казани я хочу привести всего два факта с чего началось классическое российское исламоведение и поверьте это точка зрения консенсуса и здесь в Казани и в институте восточных рукопий Санкт-Петербурге и в институте востоковедения российской академии наук оно началось с того что во время наполеоновских войн молодой христиан Фрэн приехал в Казань и 250 лет назад в типографии Казанского тогда императорского университета вышла книга посвященная серебряным монетам самонитов то есть как раз современная Средняя Азия и второй факт если мы пройдем здесь 200 метров мы дойдем до здания Медреса Мухаммадия где в 1904-1908 году классик тюркизма основатель тюркизма Юсуф Акчура читал свои лекции посвященные истории тюркского мира и посвященные социологии тюркского мира то есть так сказать политическая история и социология тюркского мира родилась здесь в Казани о чем я хочу говорить и думаю глубоко не случайно что организатором этого мероприятия является фон Горчакова Саша Пушкин Саша Горчаков тоже были когда-то молоды и когда стал вопрос о какой теме говорить я выбрал эту тему которая посвящена будущим лидером народов Средней Азии когда они были молоды и когда они были студенты что здесь нужно понять есть как бы еще один очень важный блок который посвящен мусульманским лидерам которые учились в военно-учебных заведениях Российской империи политикам и ненадолго из них стал только один Матвей или Сулейман Суркевич представитель Азербайджана говорил я думаю вы в курсе что этот литовский татарин он недолгое время был премьер-министром Крыма и потом он сыграл ключевую роль в создании азербайджанской армии когда Баку было занято Красной армией со многими офицерами и генералами азербайджанской армии он был расстрелян гораздо большую роль играли лица которые получили светское образование и здесь речь идет прежде всего не о Казани хотя вот так сказать наше поколение помнит была такой историк Савия Михайлова и она писала что если взять мусульман то в 1861-1995 году в Казанском университете обучалось 28 татар и башкир 9 казахов и киргизов 2 мусульманина из народов Кавказа и 2 польско-литовских татарина но к 19 веку сетка железных дорог сложилась так что железная дорога в европейскую Россию как вы знаете от Ташкента пошла но на Оренбург и на Самару и Казань оказалась в стороне и поэтому когда мы говорим например об элите азербайджанской такой как такие лидеры как Алимардан Топчебашев такие лидеры как Ханхойский такие лидеры как Зиатханов они были депутатами Госдумы Российской империи потом они сыграли ключевую роль правительства Азербайджанской Демократической Республики да тот же Топчебашев приезжал в Казань научились они на юридических факультетах Московского и Петербургского юридического юридических факультетов Московского и Петербургского так сказать императорских университетов что было важно почему больше было там казахов крымских татар азербайджанцев чем например узбеков киргизов или туркмен дело в том что и это прекрасно расписано в целом ряде исследований если все таки народы Кавказа за Кавказе Крыма мы я говорю мусульманах Казахстана они были интегрированы в российскую имперскую элиту и нужно понимать что в России студент это прежде всего дворянин соответственно потому что студенты мусульмане не могли получать государственных стипендий они не могли рассчитывать на государственную службу они не могли рассчитывать на работу так сказать соответственно в качестве аспирантов и в качестве преподавателя высшей школы то есть это были либо люди поддерживаемые какими-то общинами или благотворителями да как Нариман Нариманова финансировал Шамсиас Адулаев и на его деньги Нариман Нариманов учился в Одесском университете либо это действительно были люди зачастую из представителей чингизитской элиты такие как тот же Султан Куратаев что важно понять на самом деле я вот говорю что нам досталось и очень важно чтобы вы помнили досталось все-таки поколение советских исламоведов которые я называю великими учеными они все тоже неоднократно приезжали в Казань я считаю что есть две в этом отношении великих постановочных работ это Дмитрий Юрьевич Арапов который большую часть жизни проработал Московском государственном естественном университете который написал работу по государственной политике в начале Российской империи в отношении мусульман потом создал трехтомник ислам и советское государство то есть он охватил политику российского советского государства в отношении мусульман от Петра Первого практически до распада Советского Союза я считаю выдающимся ученым был Григорий Григорьевич Касач его работа посвященная татарам Оренбурга он был у меня оппонентом первым оппонентом тогда он работал в Московском государственном университете он сказал две вещи которые сейчас я считаю очень актуальны первая его фраза более простая что говорит меня поразило что в 1917 году идет мощнейшая волна сепаратизма вот у нас сейчас вспоминает Украина Привалтика соответственно но нет мусульманского сепаратизма и когда мы говорим о гражданской идентичности этих деятелей и когда мы говорим о гражданской идентичности того же Букиханова или Тенышпаева то соответственно после того как учредительное собрание провозгласило Российскую Федеративную Республику соответственно принимается решение о создании территориальной автономии если мы говорим про казахскую автономию это прежде всего Алихан Букиханов и соответственно если мы говорим о каканской автономии то это Мухаммеджан Тенышпаев который был этническим казахом но я думаю уроженцы Узбекистана прекрасно представляют какую роль сыграла каканская автономия в том процессе который привел к созданию Узбекистана в его нынешних границах вот и тоже поразительно что они зачастую еще не были юристами если мы возьмем первого Узбека который закончил Петербургский горный институт Абетшан Махмудов он был министром продовольствия каканской автономии то есть на самом деле было настолько сильное понимание российской идентичности что дальше если человек не был юристом дальше если он не был формальным политиком то когда дело доходило до дела они были сторонниками федеративной России и нужно понять что в той же Средней Азии ведь процесс растянулся по сути почти на 7 лет межуфевральской революцией и национально-территориальным размешиванием 24-го года то есть те границы Казахстана и государств Средней Азии прежде всего того что Узбекистана да понятно так сказать тогда Таджикистан не был союзной республики Кыргызстан не был союзной республикой Казахстан то что они все стали союзными республиками в 36-м году вот все эти деятели сыграли очень большую роль в том как в том как были определены границы этих этих автономий и в каких границах существует теперь ваше государство потом не нужно забывать один очень важный момент что действительно так сказать та история которая была еще в начале 20-го века как я вам говорил элита была во многом чингизитской классический пример вот любят повторять фразу которая будто бы Сталин Бухарин извините сказал про Сталина что Сталин это Чингисхан селеграфом на самом деле так сказать этой остроте гораздо больше лет потому что ее сказали про Губайдулу Чингиза притом мир настолько тесен что соответственно поместье Чингизов было здесь 200 с небольшим километров отсюда под городом набережные Челны да вы все знаете набережные Челны но вряд ли оно ассоциируется у вас с чингизидами на рубеже 19-20 века и моя бабушка которая ушла в 1984 году да вспоминала ну ездили мы в поместье Чингизов я говорю ну это далеко что было да нет тут рядом за Челнами то есть это 250 километров максимум отсюда и мы видим что соответственно так сказать повторяюсь та роль которую играли особенно казахские элиты так сказать в российском государстве те же азербайджанские элиты они же в основном были беками так сказать действительно Исмаил Мирза Гаспринский да то есть это были все элиты которые имели зачастую средневековое происхождение и именно как эти средневековые элиты зачастую так сказать с бэкграундом таким чингизитским тот же опять-таки повторяюсь Губудула Чингиз это человек который возглавил так сказать телеграф российской армии его как бы историческое достижение что во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов он организовал телеграфную службу российской империи и вот сейчас мы говорим как нужно во время войны быстрота информации да как нам на военной кафедре говорили главное в бою связь так вот Губудула Чингиз первый создал систему современной связи российской армии вот и парадоксально что когда мы говорим о деятелях типа того же Тенышпаева типа того же Махмудова это были люди которые не обладали каким-то знатным происхождением то есть когда мы говорим про Исмаила Бея Гаспуринского очень важно сказать какая его первая фраза русского мусульманства эпоха средневековых ханств ушла мы в составе российской империи конечно что будет дальше так сказать это Алла-Та-Аля так сказать а вот то есть Бог знает но тем не менее Исмаил Бея Гаспуринский поставил вопрос о том что нужны новые элиты элиты которые будут адекватны к реалиям нового времени здесь было сказано об индустриальной цивилизации если мы возьмем классиков особенно повторяю из Гаспуринского Акчуру они бьют тревогу мы мусульманский мир не в состоянии провести индустриализацию то есть какое было например восхищение Баку и Шамси Асадулаевым когда говорилось что новый тюркский мир рождается в Баку потому что если есть какая-то точка современной индустриализации в тюркском мире то это точка именно Баку и вот вы не упомянули общенационального лидера Гейдара Алиева и действительно когда мы говорим о реальности современной она родилась не сейчас и она была понята такими лидерами как тот же Юсуф Акчура и соответственно вот эти элиты они создали целый ряд структур они провели всероссийские мусульманские съезды они создали мощнейшую систему благотворительных обществ опять-таки очень простая ситуация поскольку мусульмане не могли получать стипендии государственные то кто-то этому талантливому человеку должен был дать деньги и вот благотворительные общества были теми самыми коллегиальными органами притом эта тема тоже исследовалась в Казани потому что они были везде они были в Закавказе они были на Северном Кавказе в Крыму в Уральском регионе соответственно ну может меньше но все равно они были на территории по крайней мере и Казахстана и Ташкен был крупнейшим центром мусульманской экономики и очень важнейший ставился вопрос мы все прекрасно знаем что до Октябрьской революции единственный город связанный с мусульманской традицией где был университет был Казань университетов не было ни в Казахстане ни в Средней Азии ни в Азербайджане ни в Закавказье ни на Северном Кавказе те университеты столетия которых отмечаются они уже были созданы вот этими автономными так сказать правительствами где-то просоветскими правительствами как в Ташкенде где-то правительством Азербайджанской демократической республики как в Баху то есть ключевой момент что были созданы те самые элиты нового времени и они рассматривали себя как часть некого очень важно общего пространства потому что пожалуй подходя к концу что я хочу сказать прозвучали фразы про язык да мы понимаем что у каждого государства есть свой собственный литературный язык но что меня породило когда были конференции посвященные столетию Азербайджана понимаете я понимал азербайджанцев и азербайджанцы понимали меня соответственно к сожалению уже был период коронавируса в Узбекистане широко отмечался юбилей Бихуди который кстати участвовал в всероссийских мусульманских съездах в Нижнем Новгороде да то есть он так сказать не получил такого образования европейского российского но он участвовал уже в 1905 в 1906 году он участвовал в общероссийских мусульманских процессах тоже я говорил и мой язык был понятен и мне понятен узбекский язык мы все говорим о русском языке великой русской культуре которая нас объединяет но все таки мы не должны забывать что всегда хорош дом у которого несколько оснований и важно что ту традицию которую заложили такие деятели как Исмаил Бейгоспралы я опять таки не хочу называть но этих деятелей можно перечислять это тот же Букиханов это тот же Тенешпаев это соответственно так сказать такие деятели которые создавали Узбекистан это тот же Фитрат это тот же Чупан это отцы основателей Азербайджанской Республики они соответственно это лидеры которые связаны с Крымом и прежде всего тот же Исмаил Бейгоспралы они все были частью единого пространства и они понимали что это пространство евразийское в этом пространстве им находиться с русским народом с российским государством но при этом они понимали что они являются лидерами своих народов и они должны защищать их права и самое последнее что я хочу сказать вот мне прозвучала фраза которая прозвучала диссонансом типа того в науке наука занимается в академии наук что я должен сказать Казанский университет как бы он ни назывался императорский государственный федеральный всегда был центром исламоведения именно он и когда вот есть целая серия энциклопедических словарей ислама Российской Федерации я надеюсь что в этом году выйдет сводный том но сводный том чтобы вы поняли это 8 книг соответственно просто чтобы вы видели эти тома как мы собирали и когда мы думали об этих деятелях кто учился в Петербурге это том ислам в Санкт-Петербурге кто учился в Москве это том ислам в Москве соответственно вышел том посвященный исламу в Татарстане и последний том этого ислама в Башкортостане но повторяюсь поскольку Уфе не было в царский период вузов то говорить о мусульманском уфимском студенчестве к сожалению не приходится спасибо за внимание большое спасибо Айдарь Юрьевич ну и в нашем городе мы рады приветствовать профессора православного свято-тихоновского университета Казань как известно город православный ну она же опять же Казань исламский город это центр поликонфессиональной общности в рамках которой конфессиональные вопросы не то что не решаются скорее они обычно в социальной сфере не поднимаются из своеобразных представлений об этике и основах сотрудничества представителей этих самых разных конфессий и так Александр Викторович Савин профессор православного Тихоновского гуманитарного университета Москва пожалуйста спасибо огромное всегда на Казанской земле очень приятно общаться приятно выступать приятно встретить коллег спасибо еще раз организаторам за оказанное гостеприимство это очень здорово спасибо большое ну и сегодня уже звучали вопросы и проблемы воспитания проблемы связанные с постмодернизмом я позволю в каких-то моментах это немножечко продолжить но во-первых посмотрите наши друзья не друзья из известных государств называли чтобы развалить СССР нужно разваливать некоторые очень четкие структуры это коммунистическую партию СССР вооруженные силы СССР традиционные религиозные конфессии и система образования система образования была на последнем месте потому что она инертна но вот коллеги из преподавательской среды меня прекрасно понимают что решение которое принято сегодня мы некоторые результаты и последствия увидим там на лучшем случае лет через 10 одна ошибка которая сделана здесь она будет потом давать о себе знать очень-очень долгие годы то же самое попробуйте все это исправить и действительно что сейчас очень модно говорить тоже о культурных кодах вот это разрушение культурных кодов оно является основным потому что если вы строжневые вещи вынимаете то естественно что потенциальный ваш конкурент он будет самоуничтожен спасибо нашим прекрасным хорошую литературу и смотреть правильные фильмы потому что пока мы говорим на одних культурных кодах ну вернее пользуемся одними культурными кодами мы некое единое гуманитарное культурное пространство и вот конечно разрушение его еще раз говорю оно является катастрофическим но поэтому в ряде стран я простите за очень такой жесткий достаточно жесткую оценку сейчас она возможно кому-то будет резать ухо но сразу прошу меня извинить но министерство культуры и министерство образования воспринимаются в том числе как министерство пропаганды это ключевая история этих ведомств в разных странах это простите тоже делать граждан своего государства если я не ошибаюсь где-то с полгода назад министерство образования китайской народной республики например запретило родителям учить домашнее задание с детьми вопрос аргумент почему это что это не дело кому-то вмешиваться в государственную систему подготовки кадров вы только вот в это вдумайтесь и поэтому когда у нас после окончания средней школы высших учебных заведений кто-то говорит я хочу уехать но вы понимаете в каких это выражениях говорится я не хочу работать на свою страну давайте мы посчитаем ну во первых да это полная фиаско вот этой образовательной воспитательной деятельности я назову запрещенное в России движение Нурджулар если вы помните серию турецких лицеев и вот это культуртриггерство и как действительно ставка Фетхоллаху Гюлена на молодежь и систему подготовки кадров систему социальных лифтов что она позволила там даже не нужно было этим людям абсолютно лояльным к Фетхоллаху Гюлену сказать что у Гюлена проблемы мы все видим если бы не определенный звонок то наверное бы Ирдоган бы сегодня не выбирался а был бы в совершенно другом месте и имел проблему совершенно другого порядка вот в чем дело поэтому социальные лифты культурные коды система образования воспитания она естественно является фундаментальнейшей она является ключевой и еще ведь же известно сколько у нас стоит бюджетное финансирование одного студента в год но давайте мы просто посчитаем что это сидит человек который обучился в школе на бюджетном месте и он потом едет работать на территории другого государства такой экономический прямой и посвенный ущерб это наносит просто стране и тем более в случае если он будет работать против нас я сегодня такого одного выпускника вам покажу на слайдах и к чему это все привело поэтому еще раз говорю система когда исключалась помните система образования система воспитания в школах и в вузах к чему это проводилось сегодня как раз в приветственном слове уважаемый проректор как раз именно об этом говорил о важности системе воспитания что проректор в воспитательной работе в ряде вузов сейчас воспринимается как первый проректор это очень очень не случайно ну пару слов о чем хотел сказать вот наш федеральный закон образования совершенно замечательный прекрасный вот посмотрите там замечательные вещи декларируются воспитание трудолюбие гражданственность, патриотизм, правовая культура. И самое главное, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации. Прекрасная декларация. У нас в параллельных классах могут быть разные учебники истории и литературы, где, простите, о чем я уже говорил, разные культурные коды. И более того, у нас в одном классе два школьника, могут быть сидящими за одной партой, могут просто быть подписаны на разных блогеров. Им говорить между собой не о чем. Бывает, потому что, опять-таки, вот те самые разные культурные коды. Это пространство разрывается, это действительно становится определенной катастрофой. Но следующий такой момент. Вот вопрос, да, а что, если мы исключаем систему воспитания, что мы хотим нашим школьникам, студентам и так далее сказать? Вот есть такая штука, называется смысловые ножницы. Ну, например, миротворческая операция. Это пример смысловых ножниц. Мы же за мир бомбим. И обыватель спокойно ест бутерброд, сидит на диване. А там бомбится Сирия, там бомбится Югославия. И ему же говорят, мы же бомбим за правильную идею, за правильные вещи. И вот такие смысловые ножницы, еще раз, это перевод от действия к эмоции, от эмоций к действию. И вот смотрите, мы что формируем у наших слушателей? Ну, я на примере право, да? Это момент исполнения закона или уважения к закону. Это же очень близкие вещи. Но исполнять закон – это действие, а уважать закон – это эмоция. Любить все человечество очень просто. А вот любить бабушку с первого этажа очень сложно. Которую нужно хлеб пойти купить, понимаете? Тебе нужно пятую точку от дивана поднять, извините за академический термин, и просто ей помочь технически. Чем я могу помочь? Что я могу сделать? И вот этот вопрос. Мы обсуждаем что-либо, либо мы действуем. Мы говорим, что, допустим, благотворительность – это хорошо. Или мы сами участвуем в волонтерском движении. Это разные совершенно вещи, понимаете? Поэтому, ну, простите, в местах не столь отдаленных масса народа, которые очень чтут уголовный кодекс, только они его не исполняют. Поэтому вот эти вещи, которые вводятся в систему воспитания и образования, они достаточно очень чувствительные. И, конечно, редакция и некое цензурирование, если вы хотите, текстов, оно просто должно произойти с объяснением смыслов. Помните пару лет назад известное, да, среди менеджеров «Я тебя понял?» Ой, «Я тебя услышал, простите, я тебя услышал». Прости, негодник, если бы ты меня понял, ты бы меня после этого три раза не перезванивал. Вот вопрос «Ты меня понял или ты меня все-таки услышал?» Просто услышал – это мало. Ты понял или нет? Ты понял текст Конституции? Ты смыслы понял или только ты текст зазубрил? Это разные вещи абсолютно. Ну вот, я уже обещал нашего такого выпускника, который не на нас работал. Да, это, правда, выдающийся ученый, действительно, Владимир Александрович Лефевр. Вот, создатель теории рефлексивных игр. Его одна из ключевых работ. Дело в том, что он эмигрировал в США и вот в таком очень замечательном, интересном центре в свое время работал. Вот, это центр перспективных оборонных исследований. Ну, можно долго говорить, что это общественная организация, что она там не аффидирована с определенными структурами, но понятно. Ключевая история, что работа центра направлена на анализ факторов глобального конфликта и нестабильности путем проведения научных исследований. То есть, ключевая история, как традиционные культурные системы и новейшие технологии влияют на конфликт. Но, зауважая этого человека, он, по крайней мере, да, он принял участие в консультации администрации президента США во время переговоров с Газбачевым. И очень серьезно повлиял, в том числе, на результаты этих переговоров и специфику, ну, в общем, длился в годы на развал СССР, очень активно, на самом деле. Ключевая идея, вот одно из исследований, например, он выдал идею, что есть разные модели таких ментальных, моральных установок, что есть западная модель, которая, например, базируется с его точки зрения на библейские заповеди, в то время как советская, как он считал, на моральный кодекс строительного коммунизма. Поэтому в первой модели западная цель не оправдывает средства, а во второй оправдывает. Ну, в общем, его идея, вот термин «империя зла», что СССР, «империя зла» – это термин Лефевра. Наши люди, бывшие наши люди. Ну, в частности, чтобы понять, как это все работает, он опросил иммигрантов, оказалось, что с утверждением доктор должен скрывать от пациента то, что он больно раком, чтобы уменьшить страдания. Согласилось только 8% американцев, 89% – советских граждан. Ментальности разные, действительно. Ну, или можно ли дать должные показания на суде, чтобы помочь невинному избавить тюрьмы? 20% американцев только сказали, да, 65% советских граждан. Ну, я думаю, вам это будет очень актуально. Можно ли послать шпаргалку, чтобы помочь близкому другу на конкурсном экзамене? 8% американцев, 62% советских студентов ответили, что можно. Ну, так. И Рефевр, действительно, еще раз говорю, вот, пожалуйста, результат. Ключевая история, что нужно было помочь просто Горбачеву пойти на компромиссы и поражение во время переговоров и уступки выдавать, что это великая победа советской дипломатии, что, в общем-то, было и сделано. Ну, я почему так долго про Рефевра? Потому что он автор такой истории, как троянское обучение. Вот в чем вопрос. Он автор троянского обучения. В чем ключевая история? Это преднамеренное троянское обучение, например, это ключевая манипуляция, чтобы дезориентировать слушателя. Я называю одну программу, одни целые программы, а на самом деле обучаю совершенно другому. Причем это очень приятное обучение для обучаемого. Вам говорят о перспективах развития, о социальных лифтах, о том, как это здорово, что это перспективные модели. И тут несколько моментов. Либо это нафталин, позавчерашние технологии, либо это действительно куски образования, либо я векторно меняю смысл этих вещей. То есть, если вы будете применять на своей территории, вы будете разрушать свое геополитическое пространство. Еще один момент троянского обучения. Простите, это неучи, это двоечники. Просто наши не партнеры посчитали, сколько будет, насколько разрушительен будет недоученный инженер, врач, дипломат, если хотите. Какой эффект он... Из-за того, что у него просто не будет, как сейчас можно говорить, компетенции соответствующих, он просто не сможет нормально работать, какой ущерб он будет экономике и политике собственного государства приносить. Поэтому, ну, вот как-то так. Поэтому, чем качественнее и универсальнее исходное троянское обучение, тем, в общем-то, оно более разрушительное. Например, ну вот, известный человек, да, там, где он появляется, и у фонда, простите, возникают цветные революции. Ведь на первом этапе, куда Сорос заходил в Россию, по крайней мере, в систему образования, в министерство образования, учебники Сороса. А у нас совсем, библиотеки, кстати, соросовские учебники ради интереса, они уничтожены или нет. Вот вопрос. По социологии, по истории, политологии, там, и так далее, и так далее. Вот вопрос. Никченый совершенно текст, именно с явным троянским обучением. Я прошу прощения у коллег, здесь уважаемая энциклопедия Академического института народа и религии мира. Ну, простите, вот, при поддержке фонда Сороса. Это не значит, что энциклопедия плохая, упасти, я не это хочу сказать. Она прекрасная энциклопедия. Когда фонд заходил на территорию СССР, то ключевая была идея, мы финансируем хорошие книжки, мы финансируем прекрасные разработки. То есть, система свой чужой, они себя пытались даже позиционировать, как научный фонд. У нас в городе, кстати, социологии религии тоже при поддержке фонда Сороса вышла энциклопедия, вернее, хрестоматия и базовый текст. Поэтому, вот, мы это наследие, конечно же, имеем. Простите, вот это выключение системы воспитания из системы образования к чему приводит? Я понимаю, что вот это исследование нельзя все результаты экстраполировать на территорию большой-большой страны. В 2016 году Министерство внутренних дел в Ставрополь попросило провести исследование среди студентов среднеспециальных учебных заведений. Ну, там психиатры работали по ряду методик, и в кулуарах, если будет время, кому-то интересно, я могу это рассказать. Вот, ключевая история, что социальное отчуждение характерно примерно около 70% выпускникам среднеспециальных учебных заведений. 70% по ряду шкал. Ну, например, совершенные ранние правонарушения 62%, семейные обстоятельства, которые не позволяли уже дальше выполнить нормальные родительские обязанности 48%. Обучение, ключевая деятельность трудовая студента – это учиться, учиться хорошо. Кстати, ваш вклад в экономику страны, ваш вклад в развитие, что вы можете сделать, хорошо учиться. Вот на данном этапе. Если кому-то хотите помочь. Сделать хорошо. Хорошо выполнить свою собственную работу. Ну, так. Так вот, среди Ставропольских студентов в 2016 году 60% училось на двойки. Ну, переводя на обыкновенный язык, у нас не будет через какое-то время нормальных слесарей, трактористов, комбайнеров, ну и так далее. То есть рабочие специальности, они, извините, как нужны. Я, давайте, не буду все вот эти катастрофические вещи рассказывать. Ну, тоже алкоголь, наркотики. 31%. Это не в лаборатории, это они признались во время исследования. Там процент может быть выше. Поэтому цифра, конечно, она страшная на самом деле. Вот, пожалуйста, результат выключения системы воспитания и системы образования. И самое страшное, вот здесь ряд конференций и выводы этого исследования, что современная молодежь не мыслит в ключевых категориях. Мы сейчас о традиционных ценностях говорим, да, и так далее, добра и зла. Не мыслит. Еще была конференция в МГУ, еще один аналитический доклад, ну и так далее. Как бы можно об этом говорить, просто подтверждающие все эти вещи. Вот, поэтому, когда дяденька полицейский говорит подростку, что стаканчиком пластиковым кидаться представителю правоохранительных органов плохо, это зло, ребенок вас не слышит. Потому что он мыслит в категориях недобра и зла. А в категориях круто-некруто, выгодно-невыгодно, шкала совершенно другая. Если ему за это кто-то денег заплатил, а девочке поставили три сердечка, полайкали в соцсетях, какой он герой, у него жизнь удалась, у него это круто, и это выгодно. И о чем вы, дяденьки, говорите? Это совершенно две вселенные. Я просто, вот еще раз, культурные коды, ключевые, смысловые понятия, разрушение именно их приводит к разрушению всей системы. Я не знаю, сейчас в школьной программе Маяковского читают, либо нет, про что такое хорошо и что такое плохо, да? Там очень четко это маркируется. Ну, в частности, вот мы этому научаем, либо нет. Если мы Маяковского убираем, ну, был хороший пропагандист на самом деле, окна, рост, человек рисовал вполне, классная стихия писала, очень прекрасная вообще. Вот, ну, еще один человек, который, о них очень много можно говорить, вы знаете прекрасно его дядьку. И все знают эту семью, просто вы не знаете именно его, не знаете, может быть, Бернейса. Знаете Оруэлла, специалистом в Англии, а это американский специалист. Это племянник Зигмунда Фрейда. По линии супруги. И Бернейс, заметьте, возглавил пропагандистскую машину США во время Великой депрессии, во время Второй мировой войны и после Второй мировой войны. И то, что мы сейчас слышим, да, ну, ключевая была идея, если дядька работает с одним пациентом, почему нельзя работать с большим бассивом? Он это сделал, он читал его монографии и сделал соответствующие выводы. Это правда классная работа. Более того, Бернейс консультировал американских протестантов, харизматиков. Он им проповеди писал. И специфику проведения собраний. И это была его идея, чтобы в религиозную проповедь вернуть элементы политической проповеди. И сказать про внешнюю миссию и внутреннюю политику США в этом град на холме. Это Бернейс. В том числе это Бернейс. И когда сегодня, а и более того, после КГСМ тоже у него консультировались. И он сделал то же самое, только наоборот. Сказал, что когда вы говорите о политике, скажите о миссианской идее. Что мы тут опять-таки град на холме. Что мы бомбим за демократию и мы теперь летим к вам. И Бог именно с нами. Поэтому большое спасибо Бернейсу. Ну, все, что было сделано по пиару, маркетинговым вещам и так далее, но отчасти это Бернейс, классика жанра. Можно я один просто пример, а его ключевая идея. 20-й век, господа, мы не можем заставить напрямую. Встань, иди, иди, голосуй, иди, купи. Не работает. Прямой привзыв не работает. Но это не значит, что в обществе потребления мы не можем заставить хотеть то, что нужно хотеть. Быстро его один пример. К нему обратились представители, производители бархата в США. Ну, барышня, барышня, достаточное количество в зале, вы меня поймете, я надеюсь. То есть бархат вышел из моды. Заводы останавливаются. И Бернейс просит, ну, энную сумму денег за консультацию и объясняет производителям, что, ну, товарищи, вы что, не понимаете, что мода устанавливается не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке, а в Париже? Поехали в Париж. А в Париже показ мод. Я уже не помню, тут, ну, один из известных кутюрье делает показ мод. Чаще чемодан отдается ему. Только единственная просьба, что целевая аудитория, там все журналисты, там уже модели, все таблоиды будут писать об этом показе. Это событие мировое в мире моды. И он просит, ну, родной, за эти деньги два плачешка отшей, пожалуйста, из бархата, и к ним шляпки тоже из бархата сверху сделай. И сенсация в мире моды. Бархат вошел в моду, известные кутюрье обращаются к теме бархата и так далее. Известная дама из Бумонда публично покупает одно из этих платьев, и вечером светский раунд, она встречает президентов, депутатов в этом платье. Все, через неделю они перезапустили производство бархата в США. Анализ целевых аудиторий, анализ культурных кодов, это ключевая просто вещь для понимания работы идеологической, воспитательной, как будет действовать в том числе потенциальный противник и так далее, и так далее. Ну, в общем, учить им отчасти, простите. Вот, и, ну, такой пример. Кто постарше помнит, были списки в СССР запрещенных рок-песен и рок-музыкантов. Такое было. К чему это приводило? К еще большему желанию это послушать. В СССР это поняли. И когда появилось такое узло под названием брейк-данс, решили действовать по-другому. Кто это придумал, гений. В ряде регионов было сделано следующее. Брейк-дансерам сказали, товарищи, можно. Ведь что такое брейк-данс? Это танец угнетенных, несчастных людей из кварталов. Это именно африканские деятели, афроамериканцы, страдающие, они вот таким образом выражают протест. Поэтому вы, товарищи комсомольцы, давайте-ка в клубы, давайте в Дома культуры и будем делать конкурсы. До что уходило дело до региональных фестивалей. Жюри, секретарь комитета комсомола, известные представители танцевальной индустрии вручались в пластинки. А дальше было очень интересно. По телевизору показывали. Неформалы подумали, вот оно счастье. А тут первый старик комсомола обнимал и говорил, ну что, Ваня, ты же комсомолец. Ты же понимаешь, что светлое дело брейк-данса нужно в массе теперь. И вместе с этой пластинкой и премией мы тебя еще поздравляем вот как. Ты зачислил на полставке городской дворец пионеров. Поэтому к завтрашнему дню напиши, пожалуйста, два плана мероприятий. Продумай, как ты будешь это проводить. Должен набрать две группы по 20 человек. Приходить на работу, писать все отчеты, да. А летом, конечно, на полях страны, потому что у нас в селах и в деревнях тоже должны, значит, и ты должен нести светлое дело брейк-данса. Через 3-4 месяца брейк-данс сдох. Я к вопросу о формализации. Вот если мы формализуем волонтерское движение, формализуем какие-то еще истории, ну, как оно работает, понятно. Оно просто погибнет. И вопрос, я не знаю, вот, например, юнармия, очень замечательная такая история. Вот там правда люди хотящие или туда заставляют? Вот если хотят, это одно, а если заставляют, это будет просто вот, ну, смерть идеи. Ну, вы понимаете, это будет вот то, что было с брейк-дансом. Парус теперь слов. Мне очень обидно, почему эти информационные сообщения у нас не тиражируются, почему они не уходят в наши масс-медиа. Есть сайт, авторов которого обвиняют в том, что они покремлевские тролли, ничего подобного. Ну, это частная инициатива, сайт сделан у нас, в общем, всем его настоятельно рекомендую. Ежедневно, оказывается, у нас не только кошек сбивают, какие-то катастрофы происходят, у нас люди работают, представляете? Вот на самом деле, открывают детские сады, школы, интернаты, делают очень серьезные, открывают технологии, разработки и так далее, и так далее. Этот сайт именно, что в этот день происходит позитивного в стране, где в разных регионах, что у нас делается? Посмотрите, будете очень сильно удивлены, почему это не уходит в массу, не уходит позитивная повестка, что мы даже можем гордиться своей страной, нашими учителями, врачами, инженерами, военными и так далее. Вот, пожалуйста, вам повод. Ладно, ну, в качестве примера, да, есть сайт Созидателя, в том числе он официрован, ну, отчасти там из фонда грантов президента России, 285 тысяч человек на сайте. Это люди, которые возглавляют действительно социальные проекты, ну, а являются инициаторами и участниками очень мощных социальных инициатив. Это очень немаленькая цифра-то вообще. Ну, и как бы уже завершая выступление, рос волонтер, прекрасное движение. Вот действительно, оно неформальное, оно замечательное, и сейчас вот эта идея волонтерства, что ты очень реально можешь помочь, на пандемии ты показал, как волонтеры спасали людей, как помогали, и в том числе нашим медикам. Пожалуйста. Ну, сейчас СВО, понятно, там тоже волонтеры далеко не последнюю роль играют. Ну, и два грантодающих фонда, потому что сегодня у нас площадка международная, это фонд грантов президента Российской Федерации, который является просто таким массовым партнером. Посмотрите, там же направление молодежное, в том числе, да. Во-первых, это поддержка традиционных ценностей семьи, материнства, отцовства, детства, поддержка молодежных проектов, в которых, пожалуйста, участвуйте. И самое главное, есть проект, очень актуальный для сегодняшней нашей встречи, это развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников. Мы можем даже сейчас на этих площадках, в Кугуарах, сегодня-завтра договориться о проекте совместном, о общественной дипломатии, и такой проект некий, ну, может быть, даже пообсуждать и его запустить при федеральной поддержке. Ну, то же самое, еще один большой фонд, это президентский фонд культурных инициатив, который, в общем-то, эти направления ключевые, нации-созидатели, молодые лидеры, я горжусь, многонациональный народ, это все наши направления, где мы, конечно, должны эти активности развивать. Ресурс под это все есть, информация есть, коллеги, пожалуйста, если интересно, то же, как все это подается, делается, инициируется, если интересно, в Кугуарах или на секции расскажу. Я исчерпал свой лимит, спасибо большое за внимание, я думаю, что у нас все будет хорошо. Спасибо. Спасибо, Александр Викторович. Ну, я позволю напомнить себе еще одну часть выступления Дмитрия Геннадьевича, который призвал нас не искать ответов в истории, а обратиться к актуальной рефлексии. Ну, вот один из примеров как раз актуальной рефлексии. Альберт Владиславович Белоглазов, пациентка автора международных отношений, мировой политики Казанского федерального университета. Пожалуйста, Альберт Владиславович. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы уже много говорили сегодня и о геополитике, и о истории, и о молодежи, и о воспитании. Сейчас я позволю себе поговорить о современности, о международных отношениях, о связях России и Центральной Азии, и посмотрим на это через призму саммитов России и Центральной Азии, и Китая и Центральной Азии, которые прошли совсем недавно. И вот такая небольшая преамбула. В Астане 14 октября прошлого года прошел первый саммит России и Центральной Азии, а 18 мая, это буквально неделю назад, в прошлый четверг, в Сиане, древней столице Китая, открылся саммит Китая и Центральной Азии. Раньше оба государства выстраивали свои отношения только на двусторонней основе или в многостороннем формате, где участвовали и другие субъекты, не из региона Центральной Азии. Ну вот ряд из них здесь перечислен. Это Евразийский экономический союз, Организация договора коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Совещание по взаимодействию мерам доверия в Азии и ряд других. Но вот в течение одного года два крупнейших субъекта, которые активно действуют в регионе Центральной Азии, вдруг перешли к шестисторонним саммитам, то есть страна и шесть участников из региона. Хотелось бы порассуждать на эту тему, почему это произошло, каковы итоги первых мероприятий, в чем сходство и различие двух саммитов и какова их роль в обеспечении геополитической стабильности в регионе. Да, на слайде вы здесь, наверное, узнаете и Астану прекрасную слева, и древнюю столицу Китая Сиань. Но прежде чем ответить на эти вопросы, порассуждаем немного о геополитическом положении Центральной Азии, вернее вспомним то, что, наверное, многим из вас известно, тем более живущим в регионе. То, что регион мы считаем состоящим из пяти республик, почему акцентирую на этом внимание по американской, европейской классификации, в Центральную Азию включают еще и Афганистан, мы Афганистан не включаем, говорим о постсоветских республиках. И почему этот регион так важен и привлекает большое внимание крупнейших политических акторов? Ну, прежде всего, потому что это связующее звено трех цивилизационных пространств – российского, китайского и исламского мира. И, конечно же, очень важен его транзитный потенциал, что актуализировано в последние годы в связи с китайской стратегией «Один пояс, один путь». Многие из маршрутов проходят именно через данный регион. А в последние годы, когда формируется, даже, наверное, в последний год, когда формируется новый геополитический треугольник, Россия, Китай и Иран, регион оказывается внутри этого треугольника. И отсюда переход к следующему тезису. Для России это мягкое подбрюшье, то есть стратегически важный регион, откуда не должны исходить угрозы. Ибо самая длинная сухопутная граница в мире – 7,5 тысяч километров и совершенно никаких природных, естественных преград. Поэтому, конечно, проницаемая данная граница, она не везде демаркирована до сегодняшнего дня, хотя прошло уже 30 лет. И делимитирована тоже еще не полностью, переговоры продолжаются. А для Китая есть такая формулировка у китайских товарищей «глубокий западный тыл». Во время разворачивания фронта в Тихоокеанском регионе, когда Китай пытается сдерживать через тайваньский фактор, через конфликты в Южно-Китайском море, для Китая хотелось бы, чтобы западный тыл был совершенно безмятежным. Ну, понятно, что для кого-то это может быть тыл, а для кого-то – плацдарм, который откроет второй фронт и для России, и для Китая. Ну и, наконец, регион весьма богат энергоресурсами. Здесь на слайде, к сожалению, не видно окончания этого перечня. Может быть, вы увидите только нефть и газ, но можно говорить еще о газоконденсате, уране, угле, гидроресурсах. Я имею в виду Верхние Республики. Ну, то есть перечень можно продолжать, просто слайд не весь вошел в экран. И в связи со всеми этими факторами можно говорить о новом этапе или новом раунде новой большой игры, да, простите за тавтологию. Но сначала я напомню, что сам термин, который придуман был британским шпионом Коннелли, кстати, казненным в Бухарском Эмирате еще в XIX веке, потом растиражирован британским же писателем Рейдерден Киплингом в романе «Ким». И в начале XXI века он был очень популярный в политологической, международной литературе, когда Соединенные Штаты появились уже в качестве военной силы в данном регионе. Но когда закончилось их присутствие, а это был 2014 год, вышла последняя база из Центральной Азии, это Киргизский Манас, и в том же году была выведена коалиционная группировка из Афганистана, и 136 тысяч человек, осталось только 10 тысяч. Оказалось, что термин потерял свою актуальность. И что в схватке трех основных игроков, то есть Россия, Китая и Соединенных Штатов, Соединенные Штаты уже выбыли, и речь уже идет о таком неравноценном соперничестве игроков второго порядка. Вот здесь вот много их перечислено. Европейский Союз, Великобритания. Ну, Великобританию, конечно, мы считаем только после Брекзита как самостоятельный игрок, хотя и до этого у нее была несколько особенная позиция. Турция, Саудовская Аравия, Иран, Индия, Пакистан – все они так или иначе включились в борьбу за влияние в регионе, но с разным успехом и с разным охватом. Однако, наверное, было бы излишне оптимистично считать, что большая игра в ее новом формате. Вот здесь, кстати, справа один из текстов, которые на Западе были написаны, посвященные этой новой большой игре. Видите, да, кровь и нефть в Центральной Азии, на чем акцентировалось внимание. Было бы слишком оптимистично считать, что она закончилась, ибо вскоре она обрела второе дыхание. Я здесь хочу обратиться, прежде всего, к стратегии Соединенных Штатов в Центральной Азии, которая была принята в 2019 году при Трампе, и действует до сих пор. То есть в настоящее время Соединенные Штаты придерживаются именно этого документа. Вот некоторые выдержки из этого документа, но зачитывать я их не буду, вы можете на экране увидеть. Хотелось бы обратить внимание только на цитату, выделенную жирным шрифтом, или, по крайней мере, ее часть, что Соединенные Штаты будут работать с государствами Центральной Азии в целях повышения их устойчивости к краткосрочным и долгосрочным угрозам их стабильности, укрепления их независимости от вредоносных субъектов. А от каких вредоносных субъектов они собираются защищать страны Центральной Азии? Ну, понятно, от тех, которые основные соперники в этой новой большой игре. И, в общем-то, эта активность нарастает. Вот здесь только два маленьких примера. После принятия концепции стали регулярными поездки госсекретарей Соединенных Штатов. Так, Майк Помпео совершил турное по региону в феврале 2020 года, а Антони Блинкен совершенно недавно в феврале 2023 года. При этом он в Казахстане встретился с министрами иностранных дел всех пяти Центрально-Азиатских республик, а также с президентом Такаевым. Потом в Узбекистане уже с президентом Мерзиёевым. Ну, то есть вот такой формат на министерском уровне. США, Центральная Азия начала формироваться в этот период. И параллельно начал активизироваться Европейский Союз. Также напомню, что в 2019 году сменилось его руководство. То есть тех, кого мы сейчас видим постоянно на экранах, глава Еврокомиссии, Урсула Фонда-Ляйм в частности. Да, это правительство Евросоюза приходит в 2019 году. И оно также в этом году принимает новую концепцию деятельности в Центральной Азии, очень сходную с американской, но без таких резких цитат. Не буду на этих документах дальше останавливаться. Хочу перейти уже к главной теме нашего разговора. Ах, нет, ещё один маленький сюжет. Позволю себе напомнить, как Россия позиционирует свои отношения с Центральной Азией через цитату МИДовского сайта. Верхнюю часть не буду зачитывать, но вы видите, что со всеми государствами у нас сложились отношения, стратегическое партнёрство и почти со всеми союзничество. Ну, почти это без Туркменистана. Четыре из пяти имеют союзнические договоры. И поэтому наши основные задачи всегда были обеспечить региональную безопасность в регионе, продвигать евразийские интеграционные процессы и укреплять двусторонние отношения. И вот теперь, собственно, сам саммит, о котором хочется сказать чуть поподробнее. Поводом послужило 30-летие установления депоотношений. То есть совсем без повода, видимо, нельзя. А вот о причине Путин сказал достаточно откровенно. В этой цитате, которая вынесена под рубрикой «Причина», вы здесь видите, ну, я даже прочитаю, она важна. «К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивают попытки со стороны помешать развитию нашей с вами интеграции во многих областях, нарушить складывающиеся на протяжении истории тесные связи и тесные взаимодействия в политике, в экономике, в гуманитарной сфере». То есть прямым текстом сказано, что наши отношения со странами Центральной Азии пытаются подорвать. И это не случайно сказано, ибо в последний год действительно применялись и тактика кнута, и пряника, и угрожали вторичными санкциями странам Центральной Азии, которые стали играть огромную роль в параллельном импорте, в перенастройке торговых и логистических цепочек на юг и на восток, ну и обещали им различные преференции, если их отношения со странами Центральной Азии будут разорваны или ослаблены. До этого саммита произошло пять встреч министров в таком же формате, то есть Россия и Центральная Азия, и вот на пятом было решено, что надо уже повышать уровень, чтобы принимать ответственные решения. И в повестке два основных вопроса. Как вы видите, первый уже обсужденный через цитату Путина – «меры защиты общих торгово-экономических интересов в текущей геополитической обстановке». А второй – вопрос региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане. Казалось бы, а почему это стало актуальным? Об этом также Путин говорил, я просто цитату не вынес, что в Афганистане, кроме вполне договороспособного правительства талибов, действуют радикальные исламисты, и их очень активно стимулируют западные спецслужбы, особенно британские. То есть это чёрным по белому было записано в материалах данного саммита. И вот они оказывают давление на Республике Центральной Азии уже под воздействием именно западных спецслужб. После саммита участники приняли заявление. В нём было сформулировано 11 сфер нашего дальнейшего сотрудничества. Вот они здесь все перечислены. Тоже, надеюсь, вы их можете прочитать, и вам хорошо видно. А в целом все участники согласились, что должны быть более справедливые модели хозяйственного развития с озвученной объективным процессом многополярного мира. То есть не нужно диктовать, с кем дружить. И страны Центральной Азии, они очень дрожат своей многовекторностью, и поэтому, когда их ставят перед вопросом «или-или», то, конечно, они испытывают определённый дискомфорт. И вот в самом первом пункте, я уж все не буду расширять, но в первом, в чём политический диалог на этой площадке, что площадка станет регулярной. Не было сказано, с какой периодичностью или когда и где будет следующий саммит, но, наверное, можно предположить, он будет в Бишкеке. Почему? Во всех организациях или форумах, которые проходят с участием России и партнёров из СНГ, принята традиция двигаться по русскому алфавиту. И, соответственно, если Казахстан – это первая буква алфавита, ну, если брать название всех стран Центральной Азии, включая и Россию после Казахстана, будет Киргизия по-русски или Кыргызстан, по, соответственно, киргизскому языке. И это будет следующая буква до уже дальнейших государств – Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ну, и Россия тоже будет после. И перспективы нового формата, они очень важны. Почему об этом можно говорить? После саммита в концепцию была добавлена вот эта фраза, которая выделена жирным. Я имею в виду концепцию внешней политики Российской Федерации, подписанную президентом 31 марта 2023 года, о том, что многостороннее сотрудничество, включая механизм взаимодействия между Россией и государствами Центральной Азии. Ну, и вот эти три дальнейших измерения, их уже сформулировал президент Казахстана, Хасим Жамар Такаев, как глава принимающей страны. Мы видим, что на первое место он поставил безопасность для работы в дальнейшем этой площадке, на второе – экономику, а на третье – транспорт и транзит. Всё это важно, но безопасность прежде всего, и здесь как раз он обосновал через применение гибридных информационных технологий и разжигание конфликта в регионе, что делают наши недружественные страны. И теперь чуть покороче, может быть, по китайской повестке на саммите. Китайский саммит во многом дублировал или копировал российский опыт. Также был провозглашён повод этой 10 лет инициативы «Один пояс, один путь». Ну, причины здесь прямо не говорились. Всё-таки китайцы говорят всё более завуалированно. Но, по сути, Си Цзиньпин в своей речи дал понять, что это необходимость наращивания транспортно-логистической инфраструктуры и активизация США и ЕС. Это как бы на заднем плане, поскольку, кроме визита Блинкена, упомянутого, как раз в мае прошёл форум ЕС в Центральной Азии, в Алма-Ате уже второй форум, что также у Китая вызвал определённые проблемы, не проблемы, а опасения, учитывая, что Евросоюз идёт вслед за США в деле разрыва торгово-экономических отношений с Китаем. И вот повестку можно раскрыть через название речи Си Цзиньпин, она очень поэтичная. «Совместная работа по созданию сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии, основанного на взаимной поддержке, совместном развитии, всеобщей безопасности и дружбе поколений». Также было совместное заявление. Многие пункты похожи, но казалось, что китайцы просто придумывали, что бы сделать, чтобы было чуть больше пунктов, чем в Российско-Азиатском соглашении, если у нас было 11, они сделали 15. И посмотрите, последнее, они вообще не касаются Центральной Азии. Типа поддержка инициатив КНР в области глобального развития, обеспечение глобальной информационной безопасности, отстаивание роли ООН. Но это не местный формат, но, по крайней мере, получилось красиво, пунктов больше, чем в Российской декларации. Но кроме этой декларации, они приняли ещё 8 документов. Это все меморандумы взаимопонимания. Они ни к чему не обязывают, но, по крайней мере, они приняты. В основном по промышленности, торговле и инвестиционному сотрудничеству. И вот что резко отличает от российского документа, чётко были названы конкретные объекты, транспортные коридоры. Они здесь все перечислены. Логистические хабы, которые Китай с местными государствами предполагает строить в ближайшее время. И здесь также было чётко сказано, что саммиты будут периодическими раз в два года, и следующий будет в Казахстане, соответственно, в 2025 году. Была создана платформа многостороннего сотрудничества из 19 профильных площадок. После этого многие западные СМИ написали, что Китай выдавливает Россию из Центральной Азии, поскольку его саммит был, во-первых, два дня, а не один, как российский. Во-вторых, документов больше приняли. В-третьих, конкретики было больше. Здесь я хочу опровергнуть этот тезис через цитату из документа совместного заявления Путина и Си Цзиньпина 21 марта во время его, в его смысле, Си Цзиньпина государственного визита о том, что Москва и Пекин договорились координировать свои деятельности в Центральной Азии. И Китай считает, что у России больше возможностей для обеспечения безопасности, учитывая механизмы ОДКБ, военные объекты, а, соответственно, у Китая больше возможностей для экономического развития. Это признает Россия. И вот их совместная координация приносит, как Путин сказал на саммите России и Центральной Азии, добавленную стоимость всем странам региона. И можно уже переходить к выводам. Россия и Китай инициировали формат саммитов с пятью странами Центральной Азии в связи с давлением коллективного Запада как на них самих, так и на страны региона. Также в этом формате удалось объединить все страны, даже нейтральный Туркменистан, учитывая, что в международных организациях не все принимали участие. Первые саммиты показали востребованность формата и договоренности о продолжении, привели к подписанию декларации, соответственно, Астанинской и Сианской. Между саммитами лидеры договорились координировать деятельность в регионе, имеется в виду лидер России и Китая. И, что важно, и было подтверждено на этих саммитах, Россия и Китай не потребовали от стран Центральной Азии выбрать одну сторону для развития сотрудничества, и региональные субъекты это оценили, пожаловавшись, что Запады, наоборот, их склоняют к очень четкому конкретному выбору. Перечень направлений сотрудничества очень схож, но приоритеты расставлены по-разному. На площадке России и Центральной Азии главными стали проблемы безопасности, а, соответственно, Китай и Центральной Азии – главная тема экономики. И через укрепление как безопасности, обеспеченного прежде всего российскими силами, так и экономического развития, обеспеченного в первую очередь Китаем, но и Россией тоже, через выстраивание совместной транспортной инфраструктуры будет повышен уровень геополитической стабильности региона, что принесет возможность устойчивого развития всем народам региона и Евразии в целом. Спасибо за внимание. Я думаю, что мы от лица всех собравшихся, я позволю себе выразить глубокую искреннюю благодарность нашим спикерам. На этом позвольте работу пленарной сессии считать завершенной. Спасибо. 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 Спасибо.